Город и был для этого создан, чтобы управлять людьми. У нас, видишь, многие привыкли сейчас, Путин во всем виноват. Я не говорю, что не виноват, но я не говорю, что он виноват. Большая часть беспредела и несправедливости, она делается на местах. Не Путиным, а именно теми людьми, теми чиновниками, которые на местах это все делают. И некоторые даже являются твоими соседями. А у нас получается так, что то, что делают, беспредел чинят на местах люди, почему-то везде виноват в этом Путин. Вот мне вот это всегда непонятно. Почему? Он взял на себя ответственность за страду. Я понимаю, если бы ему не было вообще власти, он же выстроил параллельную структуру власти. Параллельная. То есть есть как бы государство, а есть еще у него и параллельная структура власти. Понимаешь? И эта параллельная структура власти тоже работает нормально. Плюс я уже молчу там за спецслужбу и за все остальное. Это у него как бы по факту ниточки все сошлись. Возможно, они не к нему конкретно, а к тем, кто стоит за этим лейблом, за этим человеком. То есть хозяева, да, скажем так. Народ волнуется, да, кто-то видит в том, что сейчас происходит только плохое, а кто-то и видит в этом какие-то плюсы, что-то хорошее для себя. В принципе, сравнить 90-е, 2000-е годы и сейчас. У нас, знаешь, вот посмотришь, все кричат, все орут, что жить невозможно. У людей денег нет, нищета и тому подобное. Да, это присутствует в каком-то соотношении. Но вы просто едешь на машине, и когда смотришь по выходным вот эти несчисленные пробки в торговые центры людей бедных, как-то вроде, если посмотреть по новостям, либо еще по каким-то YouTube-каналам, мы тут живем в таком непонятном, что все у нас так плохо. А как мы тогда живем, ездим на машинах, у нас хоть так или иначе, ну, тот, кто не сидит ровно на попе, на диване и не рассуждает, а который кто-то способен хоть что-то делать, да, неважно, в условиях города там или еще там где-то, хоть как-то, ну, что-то имеют, чтобы прокормить себя и свою семью. А если вспомнить, конец 90-х, что-то творилось. Люди просто, у людей память короткая, как было раньше и как сейчас. У нас на данный момент наше государство, оно способно сейчас заявлять свою волю на международном пространстве. В 2000-х годах, в 90-х такого даже близко не было, и мечтать даже о таком не могли. К лучшему это к худшему, понимаешь? То есть, я считаю, нужно объективно на все смотреть. Мое мнение такое, что в принципе, как бы в целом, не так, как хотелось бы. То, что сформировалось в те времена, да, вот там была разруха у нас, беспредел, и сформировалась определенная, там, прослойка чиновников, как класс можно, да, так сказать, у которых определенное мировоззрение, у которых только деньги, да, главное, и больше ничего святого. Ну, да, так, без подробностей, в общем. Они до сих пор сейчас где-то при власти, они до сих пор в их руках средства информации. И вот, как все говорят, вот Путин, у него вся власть, да не вся власть у него. Как у него может быть вся власть? У президента власть у него конкретно ограничена. И он может свою власть реализовывать только в каком смысле? Если у него в регионах есть верные люди, верные делу, ну, как говорится, Кремля. Я сейчас не пытаюсь кого-то хвалить, говорить, кто-то хороший, кто-то плохой, а просто общую ситуацию, как обрисовываю, может быть, для понимания. Вот. Они, этот, можно сказать, сообщество, Путина и кто за ним стоит, они выстраивают свою определенную линию. Может, они это делают для себя, но в их интересах, как мы сейчас это видим, именно сделать государство, Россию, сильным и крепким. А это, получается, соответствует и нашим чаяниям, намерениям. Но это сейчас, в последнее время, и у них выхода нет другого. Потому что их не приняли в глобальной элиты. Их начали уничтожать, там, санкции. И они сейчас реально понимают, что если еще и народ тут встанет... На местах очень много происходит противоречиво. И все зависит от того, кто глава района, кто глава области, региона, либо там республики, неважно. То есть от людей там на местах. Ну, в общем-то, коммунальный платежный распут, даже та же самая электроэнергия, она в несколько раз дороже, чем идет на экспорт в Китай. Понимаешь? То есть по факту у нас... По факту просто брать, нужно смотреть, что происходит, да? Происходит, ну... Геноцид народа. Цены на бензин дороже, чем там, за границей. На наш бензин, ну-ка, за границей дешевле лучше. Понимаешь, то есть электричество в несколько раз там за границей дешевле, чем у нас. То есть мы оккупировали, и власть, она и народная. В 90-е это было вообще уничтожение там, то есть, как бы, там вообще, ну, у нас, как скажу же, местных элит вообще не было. Все просто уничтожать. И вывозилось. Да, а сейчас, как бы, немножко, как бы, элиты, ну, местные машины, они немного так понимают, им там фары везде, ну, то есть, им там капиталы прикрыли, да, начали капиталы забирать, или начали капиталы с села возвращать, и начинают что-то, стараются делать для народа. Потому что там они не нужны, они-то думали стать глобальными элитами, английскими лордами. Да, они там не нужны, по-русски, кому-то. И вот, и против них сейчас санкции применили, и они пытаются как-то как-то тут усидеть на стуле, вот здесь вот. И поэтому они что-то пытаются для народа делать, но пока не видно, что они делают. Ну, да, согласен. То есть, какое-то производство здесь, да, какое-то производство здесь осваивают, но для народа они ничего не делают. А народ-то, народ-то волнуется. И те же самые силы Запада, они заинтересованы, чтобы народ поднялся бы и смелся к элитам. Тогда будет еще хуже, в сотни раз. Понимаешь? Сейчас, я считаю, порядок, он не идеальный, но он есть. И, как вот есть многие горячий гол зовут на баррикады, я считаю, этого делать категорически нельзя. Потому что, если, видишь же, идут всяческие попытки специально сколыхнуть народ. Если народ сколыхнется, события 17-го года и последующая там гражданская вот эта вот междоусобная, когда брат на брата, нам покажутся, как говорится, цветочками. Потому что будет намного хуже, намного больнее. И мы уже вряд ли, наверное, оправимся. Мы, ну, русичи, славяне, уже вряд ли оправимся после этого. Поэтому нам нельзя этого допускать. И я говорю, в первую очередь, вот надо сейчас вот снизу. Снизу в хорошем смысле. То есть не ждать от кого-то чего-то, а формировать самим. Надо поменьше пылить, поменьше тратить свои силы и внимание на то, что это сейчас происходит. Критикуй это, не критикуй. Лезь в этот вому с головой, ты там изгинешь. Нужно как бы иметь другой подход. Именно вот снизу вот это все делать. Во-первых, начинать с себя, со своего круга, со своей семьи. Искать единомышленников. Искать с теми, с кем ты можешь находить общее среди единомышленников. Потому что у нас единомышленники, мы все как бы хороши друг для друга, когда мы на каком-то расстоянии друг от друга, и каждый день по-своему. Только мы пытаемся во что-то одно объединиться, у нас это не получается. Потому что очень много у одного одни амбиции какие-то свои, у других. Тут друг друга не слушаем и не можем. До 17-го года в Царской России. Там вообще зачастую ску сажали в тюрьму. Там тоже была церковь РПЦ, вела жесткую борьбу с русской культурой. После 17-го года, там же по факту, там крестьяне поддержали всю эту тему. Но потом крестьян отодвинули. Отодвинули в сторону крестьян, рабочих, народ. Все, сюда зашли и англичане, и китайцы, и японцы. Понимаешь, зашли сюда. И вот как ты сказал, что да, если революция новая начнется, то будет еще хуже, чем тогда. Ворот вырезали целыми деревнями русскими, как-то революционеры. Они так и говорили, что наша задача вообще уничтожить русский народ. После 17-го года было еще жестче. Вообще культуру уничтожали не только русскую. Полностью еще всю там уничтожали, понимаешь? Там даже жены вообще были. Это уже у Сталина, так скажем, Сталин, когда перехватил власть уже в 30-е годы, он перехватил, он начал какой-то там порядок, устанавливать. Пока не менее остановился геноцид. Я к чему? К тому, что нам реально революция сейчас вообще не вариант. Многие даже говорят, что если сравнивать те годы, то мы в принципе сейчас привольно живем. Можно землю взять, можно заниматься там. И тебе хочешь воспитывать по-своему, пожалуйста, домашнее образование. Нет, да, есть свои препятствия, есть много таких вот неудобств, беспределы и несправедливости. Но можно что-то делать в этом, во всем. И вот мое мнение, что нужно поменьше в это во все лезть. То, о чем мы сейчас говорим, то, что сейчас происходит. Ну, смотри, политикой, политикой нужно обязательно заниматься. Заниматься надо. И народ-то, если захватят, ну, если они будут у власти в нашей, то тут через несколько лет вообще, ну, от России ничего не останется. Вот понимаешь, у нас получается, вот есть вот сформированная система, да, властных структур, исполнительной власти. И это, ну, колесо такое определенное, что, в принципе, оно по-другому функционировать не может. И что-то там изменить, туда лезть, ну, только обломаешь себя, жизнь свою, жизнь своих близких. Поэтому у нас нам надо параллельно, вот, разбираться, смотреть, вникать и формировать именно свое вот это вот сообщество. Нам не нужны никакие флаги, нам не нужны, если кто-то чем-то занимается, каким-то направлением, да, он там выбирает себе, например, если это какая-то организация патриотическая, какие-то вымпелы, флаги и все остальное. А нам вот лично, как, мы просто должны понимать, что нам нужно это делать. Нам нужно искать общее, учиться взаимодействовать. Как никогда. Одна из проблем – нет единства. Ну, в информационное пространство много вбрасывается различного толкования, что у нас и как происходит. И люди, порой, не вникая в глубину поверхностно, только на это смотря, принимают это все для себя и начинают этому следовать, свое мировоззрение на этом строить. И порой получается, что элементарно даже договориться между собой никак не можем. Ты ни разу такого не встречал. Мы даже собрались на Купало, поехали в Комсомольск, ну, нас пригласили с Игорем Борисовичем, и мы приехали, собрались братья славяне, вот, мы приехали оттуда, славяне, вот это, находки. Они из Комсомольска, они постояли, посмотрели, сказали, не, вы неправильно там славите. Пошли, разожгли свой костер, начали там по-своему слава роду кричать. Ну, да, вот этого, к сожалению, хватает. Я это не воспринимаю. Я даже, когда в начале своего пути познания культуры, традиции наши, я как-то, ну, мне хватило разумения не уйти вот в эту категоричность, в эти суждения, у кого что не так происходит. Я считаю, ну, как бы не в этом суть. Самое главное, это, во-первых, внутреннее состояние человека. Кто как там славит, это дело каждого. Правильно, неправильно, ну, как это обрядовая вот эта последовательность. Очень много людей, которые правильно славят, а в жизни они ведут себя крайне непорядочно. Как говорится, славянами только называются. Вот, по большому счету, по-своему. Вот, и поэтому не в славлениях дело. А славить, да, это надо, как бы, дань уважения предкам на праздниках, там, как-то зажечь костры мыслями, какими-то словами, обратиться к предкам, к роду своему. Но, в первую очередь, человек должен реализовывать себя через действия, я считаю. Вот, и подкреплять именно свои мысли, то, на что он стоит, именно действиями, так или иначе. Чем бы он там ни занимался, понятно, что многим сейчас быт, социальная среда связывает руки, особенно те, кто в городах живут. Они не могут полноценно или не находят в себе силы пожертвовать каким-то своим временем, либо даже ущерб какому-то своему материальному благополучию, чтобы поучаствовать в какой-то социальной, либо общественной деятельности, внести в это вклад. Ну, направленную на благополучие народа нашего общества. А я считаю, это первично. Чем бы мы кто ни занимались, мы должны заниматься общественно полезной деятельностью. Каждый на своем месте, каждый по своим силам, по своим возможностям, но разумно, разумно в первую очередь. Там, где это уместно, заниматься общественно полезной деятельностью. Это как и возрождение культуры, традиций наших, так и, в первую очередь, заниматься молодежью, подростками, формировать воспитательские процессы. Это военно-патриотические спортивные лагеря. Воспитывать сызмольство в детях. Стойкость преодоления трудностей, вот именно волю, дух. Ну и приобщение именно к мужскому. Способность постоять за себя, быть ответственным, держать слово и тому подобное. То есть, потому что многие воспитатели, которые за это берутся, вот у нас в Приморском крае есть, ты знаешь, да, Сергей Шатун, Феникс, они очень хорошо этим занимаются. Помимо физического воспитания, они нравственным воспитанием тоже занимаются, детей, подростков, и результаты уже есть. И родители видят эти результаты, этой деятельности. И они с радостью отдают детей под его опеку, под его воспитание. Но опять же, у некоторых есть такое мышление немножко неверное. Они считают, что вот я сейчас отдам своего ребенка, и там за меня его перевоспитают. Он там побыл месяц, даже пусть он там все лето, а потом он возвращается к родителям, и он с ними целый год, учебный год процесса, он начинает социальной средой внешне обратно сталкиваться, входить в это. И если родители сами не продолжают эту линию воспитательную, вот как правильно воспитывать подростков, мужчин, как воспитать женщину, то, ну, как говорится, многое оно сходит на нет. Что-то остается, какие-то зачатки, задатки. В первую очередь, это все равно ответственность родителей, воспитание детей. То есть, больше уделять времени детям, а не работе и карьере, как многие это делают. Видишь, городская среда, вот, мегаполисная, она и создана для того, чтобы родители где-то работали, а кто-то занимался воспитанием. Но этот кто-то, естественно, он оказывает просто все услуг, и он это просто за денежку делает, и он делает, как правило, это под созданной системой, методически, понимаешь? Там, как бы, никакого воспитания по факту нет. А есть деградация и разврат. Безусловно, да, я согласен, что в городе многое сделано так, что человек или родители, они не могут полноценно уделять время детям, проводить с ними время, уделять воспитанию. Город и был для этого создан, чтобы управлять людьми, чтобы люди здесь были зависимы от всего. По большому счету, человек же в городе, если объективно смотреть, он сам себе не принадлежит. Он зависит от всего. То, что он является, к примеру, считает, что у него там квартира в собственности, так в собственности что? Только стены. Вся система жизнеобеспечения, это не его, он за это платит деньги. Дали, не дали электричество. Какого качества привезли продукты в магазин. И там все полностью в городе, все построено на деньгах. Денег у тебя нет, ты никто, ты, грубо говоря, сдохнешь на улице, и руку тебе мало кто протянет. Город такой. И он для этого и был создан, чтобы люди в этой системе были управляемы, и делать именно тех, кто нужен. Поэтому я считаю, что в городах должны оставаться духовитые стойки, которые вопреки что-то пытаются что-то делать в меру своих сил. А по большому счету надо уходить в условия свой дом, своя земля. Подготавливаться. В условиях свой дом, своя земля, я считаю, человек, он так же зависим, но он более независим. Что бы там где ни случилось, ну даже представить ситуацию, случилась какая-то техногенная катастрофа, либо природная, электричество пропало. Ну да, будет неудобно первое время. Но лес, река, земля, как говорится, прокормят. Как минимум ты сможешь добывать продукты питания, чтобы прокормить себя и семью свою в городе. Ты сможешь это сделать, если просто пропадет электричество еще и зимой. У нас же во Владивостоке было же такое, да? Вот когда обледенело и без электричества. Я думаю, многие прозрели, что такое жизнь в городе. У многих, я разговаривал, поменялась вот эта вот планка приоритетов. И стремились свой взор именно туда, в сторону земли, в сторону сел, деревень. Смотри, опять же, в деревнях там тоже происходит деградация. Там люди сливаются массово. Нужно вот какие-то поселения прям создавать, которые прям здоровым, здоровый образ жизни. Знаешь, чтобы дети свою систему образования какую-то там детей воспитать, как-то сообщать, правильно? Да. Нет, безусловно, создавать надо, но если нет полноценного формирования вот этого всего, то нужно как бы самому реализовывать. Не ждать, не надеяться, когда вы сделаете все это сообща. по мере своих внуков, как вот мы, ну, моя семья сейчас это делаем. Вот. Закрепиться и потом освоиться и уже давать возможность тем, кто захочет перебираться тоже в подобные условия, уже давать возможность на первых этапах где-то помогать. А где-то, может быть, и будут нужны люди для деятельности, для какой-то определенной, экономической. Ну, и общественным полезным тоже. Просто у нас, видишь, многие ждут чего-то, ждут гарантии от кого-то. Вот даже среди своих бывает такое, начинаешь разговаривать там о том, чтобы перебраться из города, вот, условия, свой дом, с земля. А какие, говорит, гарантии? Все ждут каких-то гарантий от кого-то. Я никогда ни от кого гарантий не ждал и не жду, что мне кто-то возьмет, что-то предоставит. Я, у меня всегда была такая способность, делать шаг в пустоту. Можно сказать, когда ты не знаешь, что там тебя ждет. Сложится у тебя там, не сложится, как. И... Да, и ты просто делаешь, и оно как-то... То есть, по-разному бывает, но в конечном итоге все формируется так, как надо. и, ну, я не жалею, что в свое время сделал шаги не в сторону материального благополучия, а именно в сторону каких-то своих жизненных ценностей и приоритетов. Где-то так. Ну, я считаю, что по большому счету нам всем, во-первых, нужно формировать на местах такие крепкие содружества мужские. Не надо никаких флагов, никаких, там, как это все будет называться. Просто на основе мужской дружбы качественной формировать можно, ну, не советы, что ли, а какие-то вот эти объединения, где на основе взаимодействия и взаимопоимощи и общего понимания и желания как бы притираться, искать общее и, используя общие усилия, ресурсы, что-то делать, чего-то добиваться. У нас этого, кстати, в полной мере нет. Вот потому что чаще всего мы даже за столом договориться между собой не можем. Один начинает там одно говорить, не слышит другого, не воспринимает. Другое там свое и потом там чуть ли там, образно говоря, с кулаками друг на друга не кидываются. Бывало и такое. Доказывая что-то кому-то, что кто-то где-то неправ. А со стороны, если объективно посмотреть, о чем два мужчины спорят? Ни о чем. Воздух сотрясают и все. Что все, о чем они спорят, это, ну, не имеет значения по большому счету. Если мы не научимся находить общее между собой и вот это, взрастить себе вот это вот стремление, нормальное, здравое стремление, объединяться, взаимодействовать и что-то делать. Смотри, а что может объединить сейчас наш многонациональный народ, что может объединить какой-то общественник, ну что, на какой основе может, на основе религии не может объединиться, на какой основе может объединиться? Ну, я, мое понимание пришло к тому, что наша традиция русская, славянская, то есть мудрость наша народная, потому что, да, культура, да, наша традиция, это и есть мудрость, она же как формировалась, традиция, традиция, это она может различаться в зависимости от того, какой род, ты пошел, поехали. Можно объединяться, но невозможно объединить, когда ты видишь, что нету точки сопрестонавления, то лучше отойти в сторону и идти своим путем, потому что ничего хорошего путного не получится. Можно мы будем двигаться? Нет, этого решаю не я, у нас мы собираем, круг и на круге решаем. Мы будем открытый же плагиат делать. Вот, Коль, вот о чем мы сейчас с тобой до этого разговаривали, что иногда лучше люди, вот как, знаешь, вот есть, говорят, давай объединяться, объединяться. Но есть такие моменты, что, ну, невозможно объединить необъединимые. Если много разных людей, и они не воспринимают, не хотят слышать, прислушиваться, и есть многие, которые не могут идти вместе с кем-то, то лучше самому делать, не оглядываясь. Символ объединения, я считаю, ну, далеко ходить не надо, искать культуру нашей традиции, это и есть основа. Я, когда познавал, вникал, разбирался, что такое наша традиция и культура, я просто понял, что практически, ну, в ней есть ответы на все вопросы. Вот эта традиция формировалась, это как мудрость народная. То есть из поколений в поколение все лучше оставалось, все, что было понятно, просто и эффективно, все оставлялось. А то, что было сложно к восприятию, неприменимо к реальной жизни, отметалось как ненужно. И вот это вот, как говорится, самое лучшее передавалось детям, потомкам, а дети через свой жизненный опыт это пропуская, добавляли своим и передавали другим. Поэтому, в принципе, если человек, он следует традиции культуры нашей, русской, славянской, она сама по себе воспитывает в подростке, во взрослом человеке все вот эти необходимые качества. Это здравое понимание, это дух, это воля, это ответственность. Ну и понимание вообще событий, происходящих вокруг тебя и помогает найти свое место в этом всем. Смотри, ну сейчас же у нас много всяких религий, плюс современная молодежь, она вообще далека и от религии, и от культуры. Кто-то в телефоне там родится, кто-то там наркоманирует. Да, к сожалению, данность такая, что направлений разных много, и в этих направлениях и последователей почему-то находятся. Жизнь меня привела к пониманию, к спокойному, рассудительному и разумному подходу вообще ко всему. И к своим действиям, и к восприятию окружающего. То есть вот это вот критиковать, кто где, что, как происходит, в этом смысла нет никакого. То есть ты тратишь себя, тратишь опять же свое время, свои силы, непонятно что. То, что ты изменить в глобальном варианте значимо, ты не можешь. И в первую очередь нужно менять, начинать из себя, из своей семьи, и потом, как круг расширяется, семья, потом дружеское сообщество. И всегда же, когда ты начинаешь каким-то путем идти, всегда тебе жизнь предлагает людей соответствующих. А там уже зависит от тебя, насколько у тебя хватит разумения с этими людьми пойти дальше, либо какое-то время пройти вместе и пойти потом опять дальше с ним. Я считаю, как бы сейчас не следует и не надо вот это вот взращивать и расширять в себе вот это неприятие, ненависть, вот эти вот негативные именно чувства. Потому что они прикрывают сознание человека и не дают ему как бы объективно воспринимать и здраво воспринимать ситуацию и понимать ее. Когда у человека гнев, когда у человека негатив, когда у человека неприятие, он только, у него вот так вот сужается все, и он только вот этим увлечен. Он другого не видит, другого не знает. Сейчас смотри, Русь, она чем отличается? Тем, что власть у нас власть. Если, допустим, за границей, где-нибудь в Америке, то бизнес формирует власть, понимаешь? Бизнес. Допустим, какой-то бумерный, бизнесмены собрались и выдумывали своих политиков, и они начинают формировать власть. Капиталисты. То у нас, в России, у нас получается власть, власть, кто захватил власть, тот и формирует бизнес, понимаешь? А чей бизнес раньше был, губернатор, он зашел, он всех смел, всем своим раздал. Тендеры у нас власти очень много зависит, и поэтому у нас во власти должны быть наши силы, светлые. Наших там, так или иначе, да, должны быть, но я считаю, на данном этапе пока, я наблюдал со стороны, много было попыток у моих знакомых, которые туда шли и пытались там что-то изменить. И потом, выходя оттуда, просто говорили, что что-то там менять, там уже настолько все этим пронизано, это просто бесполезно. Как до конца не договорил, что эта власть живет своей параллельной жизнью, своей, сугубо определенной. И народ для них, это как, ну, что-то такое вечно просящий, иногда, которым, ну, все-таки надо что-то там для них делать, чтобы они там, потому что людей-то все-таки большинство, чтобы они не смели их бизнес, да, в конечном итоге. Более того, мне сейчас народ вообще считают ресурсом, человеческим ресурсом, ты понимаешь? То есть я вот смотрю со стороны, они что-то варятся в каком-то своем этом бизнесе, в каких-то своих вот этих крупных проектах, что-то там имеют, какие-то там вот эти деньги, денежный вот этот статус, какой-то статус вот этот политический, социально-общественный, он совершенно отличается, как тебе сказать, от жизненного. Если жить именно жизнью, жить, и жить не только ради себя, да, ну, как бы понимать, где ты живешь, понимать, что ты представитель народа своего, и что нужно прожить жизнь так, чтобы, во-первых, внуки и дети тебя вспоминали добрым словом, и, может быть, даже где-то в городах, в селениях еще кто-то тебя помнил, по делам твоим, по поступкам. Ну, то есть жизнь прожить не просто так, а ставить след свой, след своих дел, результат дел своих, и детей своих воспитанных, чтобы за них стыдно потом не было, которые будут продолжать твое дело. У них таких целей нет, они какими-то своими искусственными, вот мне, честно говоря, по большому счету, не то чтобы, ну, я им не завидую. Нет, так же, ты имею в виду, что они, они сейчас пытаются цифровизацию произвести человечество, то есть вставить чипы там, каждому дать свой номер, контролировать этот весь процесс, понимаешь, они уже первый этап сделали, одели намордники на людей, и пытаются, как бы, чтобы люди уже не собирались, чтобы не выражали свои процессы, то есть они уже пытаются контролировать, но это не получается у них. Вот именно пытаются, я считаю, в полной мере у них это не получается, ну, и не получится. Мое глубокое убеждение, что в конечном итоге мы это все пройдем, пройдем так или иначе, но пройдем достойно, и у нас будет хорошая жизнь, и у наших детей, по крайней мере, как минимум, в первую очередь нашими стараниями. То, что, вот как ты правильно сказал, пытаются, пусть пытаются, а мы поживем еще. Как-то так.